И еще новости. На просторах интернета обнаружен интереснейший финансовый телеграм-канал аналитика Андрея Верникова. Ссылку на него можно найти в описании к этому ролику. Сергей, день добрый. Здравствуйте. Надеюсь, вам не мешает моя вешалка сзади, а то многие мешают. Нет, я совершенно спокойно. К тому же я настолько плохо вижу, что я вот экран смартфона, который передо мной закреплен, вижу просто как светлое пятно. Поэтому мне ничто мешает в принципе. Хорошо. Давайте поговорим про перспективы рубля, потому что настолько все как-то накалено, что меня вообще даже разбудили в 7 часов, что я должен срочно чего-то в СМИ про рубль писать. Ну, то, что сейчас происходит с рублем, в чем-то иллюстрация достаточно классических вещей. Обычно сильные движения валютного курса происходят тогда, когда одновременно несколько разных факторов влияют на курс в одну и ту же сторону. И вот, соответственно, то, что наблюдается сейчас, это почти классика. С одной стороны, последние месяца три, на это обратили внимание многие аналитики, сильно изменился характер торгового баланса России. С одной стороны, он положительный, теоретически позитивный фактор. Но с другой стороны, внутри торгового баланса очень сильно выросла роль рубля, как ни странно. Причем рубля даже в качестве оплаты российского экспорта, что, с одной стороны, удивительно, а с другой стороны, вот чуть позже мы объясним, почему так происходит. С другой стороны, резко выросла роль так называемых дружественных валют. Ну, легко догадаться, что основную роль там играли китайские юани. А вот доля евро и доллара, которые еще совсем недавно доминировали, резко упала. И поэтому наблюдается парадокс. Торговый баланс положительный, а предложение евро и доллара внутри вот этого торгового баланса упало настолько, что малейший рост спроса на них ведет к сильному движению валютного курса. Не знаю, насколько корректен такой термин, но рубль одеревенел. Для тех, кто помнит характер валютного рынка до 2005 года, а я напомню, что примерно в это время рубль реально превратился в свободно конвертированную валюту. До этого было множество ограничений, но вот с 2005 года он был либерализован. И вот сокращение предложения валюты на российском валютном рынке привело к тому, что поведение рубля стало напоминать его поведение в самом начале 2000-х годов. Вот кто помнит, какой был тогда валютный рынок, ну, у того есть повод лишний раз вспомнить молодость, поскольку расширились спреды. Я не исключаю, что в будущем мы увидим несколько разных валютных курсов, что тоже, кстати, будет интересно, довольно необычно для внешнего состояния рынка. Но это один фактор. Кроме этого, есть и такой фактор, который, кстати говоря, очень активно отрицается официальными представителями ЦБ, прям вот активно говорят. Это фактор, связанный с дефицитом федерального бюджета. Вот последний отчетный месяц, кстати, буквально через несколько дней должны выйти обновленные данные, очень интересно, какие они будут. Вот последний отчетный месяц Минфин сообщил о сокращении дефицита федерального бюджета, но даже после этого сокращения он остается довольно высоким. То есть на весь 2023 год запланировано 2,9 триллиона, там уже достигнутая величина дефицита 2,6, а перед этим мы видели и более высокий цикл. Поэтому вот такой высокий дефицит федерального бюджета – это сильный косвенный признак, еще раз подчеркну, это косвенный признак, не надо впрямую его трактовать, что, возможно, рубль ждет некоторое ослабление. Потому что на длинном горизонте рост дефицита федерального бюджета чаще всего приводил к тому, что с каким-то временным лагом, то есть это не значит, что мгновенно все это произойдет, но рубль ослабевал. Поэтому посмотрим, но высока вероятность, что этот фактор сработает, и наложение одного фактора стратегического, дефицит федерального бюджета, на фактор тактический, сильное падение просто банального предложения евро и доллара на российском валютном рынке, вот это одновременно два события, они привели к тому, что мы увидели сильное движение валютного курса. Ну, а дальше рынок начинает жить своей жизнью. Последние месяцы довольно четко видны уровни примерно через 10 рублей, поэтому если уж уровень 90 пробили, то с довольно большой вероятностью курс будет колебаться в диапазоне 90-100. Ну, вот посмотрим, как будет развиваться ситуация, прежде всего, в поступлениях от экспорта, если они хоть чуть-чуть там снизятся, если хоть чуть-чуть возрастет отток капитала, ну, магическая цифра всток вполне вероятно будет достигнут. А с другой стороны, конец года у нас сезонно хороший фактор до рубля. Сезонно – да, но посмотрим, что будет и с величиной там налоговых платежей, потому что сейчас активно обсуждается идея отмена привязки к бренду, тоже отраслевые лоббисты, соответственно, работают над тем, чтобы эту привязку отменить. Посмотрим, насколько правительство будет сокращать разрешенный дисконт, то есть тот дисконт, который учитывается для цели налогообложения, потому что сейчас прозрачность нефтяного рынка резко упала. К тому же, вот этот парадокс, когда заметная доля оплата российского экспорта идет за счет рубля, тоже довольно интересный, как это возможно. А возможно, это по очень простой причине. Часть российских нефтяных компаний некоторую часть, я дипломатично выражаюсь, валютной выручки оставляют за рубежом. Ну и, соответственно, экспортеру, которым нужна валюта, на некоторых, достаточно непрозрачных для анализа условиях, договариваются, когда они оплачивают рублями потребность экспортеров, те оплачивают их валютные контракты, ну и, соответственно, за счет этого появляется вот такое вот интересное явление, когда часть российского экспорта, кстати, довольно большая, по последним цифрам это ближе к 39%, оплачивается рублями. Вот такой фокус. Опять-таки, никакого в этом нету. Вот кто застал поздний СССР, там были внешнеторговые объединения, которые занимались, ну нельзя сказать, что тем же самым, на самом деле тогда был совсем другой механизм расчетов, но чем-то философски похожим. То есть те внешнеторговые объединения, которые поставляли какую-то продукцию за рубеж и имели возможность что-то за рубежом купить, но сами не занимались какой-то торговлей. Вот они договаривались с советскими компаниями, которые желали там получить какой-то импортный товар, и в рамках квот, которые выделял Госплан внешнеторгового объединения, осуществлялись закупки. Кстати говоря, вот на бытовом уровне у меня покойный уже дед работал в газовой промышленности, да, они имели определенные там квоты, и для работников предприятия была возможность купить довольно качественные фирменные джинсы по государственной цене, и магнитофон. Кстати, забавно, магнитофон жив до сих пор. Вот уже стерлась головка, протерся металл, да. Но, тем не менее, он довольно неплохо работает. Ну да, японцы, да. Понятно. Вот хотел спросить и переместить тему немножко в другое русло. Я знаю, что вы открыли вот буквально недавно два телеграм-канала. Расскажите, почему два и что это за каналы? Забавно, я сам не очень пока привык к формату телеграм-каналов, поэтому я открыл их не сам, да, а в содружестве с хорошо знакомой журналисткой. Вот, и, соответственно, пишу там не только я, но и некоторые другие авторы, да. Причем специально решил открыть два канала. Один более серьезный, где фактически подразумевается, что будет освещаться взгляд на рынок с позицией достаточно рационального инвестора. Ну, другой телеграм-канал подразумевает, что там будет более свободное общение, можно будет себе позволить иногда какие-то шутки на тему экономики. Тем более, что сейчас такое время, когда иногда хочется довольно злобно пошутить по поводу тех событий, которые в российской экономике происходят. Друзья, ну и последнее, что я хочу сказать в рамках второго вопроса, что ссылочки на этих два канала, я, кстати, уже подписан, вот, есть для вас в описании. Подписывайтесь. Теперь я хочу еще раз по тему сменить. Хотя я человек, глубоко не пьющий водку, вот, я больше люблю коньяк, но тем не менее мне была интересна информация о том, что будет снижаться аксесс на водку. Почему? Не на водку, а на спирт, на этиловый спирт. А, на спирт. Буквально удивило всех сообщениях, потому что вся постсоветская история, это история роста акциза. Растут акцизы на этиловый спирт, растут акцизы на... Три десятилетия акцизы растут. И вдруг сегодня Минфин Российской Федерации акциз на этиловый спирт с 55 рублей до 68 рублей за литр, что, вообще говоря, довольно много. Событие неординарное. И единственная аналогия в прошлом, которую мне удалось вспомнить, это событие, когда руководителем СССР стал Юрий Владимирович Андропов, и вот он тоже за многие десятилетия первый, и, как мне кажется, единственный раз, снизил цены на водку. Появилась с такой характерной зеленой этикеткой андроповская водка, и до сих пор старожилом Юрий Владимирович Андропов помнится именно как автор чуть ли не единственного случая, когда за всю историю СССР цена на водку снижалась. А вы не знаете, на хорошую водку-то была андроповская? Забавно, я и тогда, и сейчас, как и вы, водку особо не пил, да, я вообще из-за проблем с глазным давлением очень дозированно потребляю алкоголь, очень немного, да. Но, по словам знатоков, качество было так себе, оно несколько уступало. Более традиционной водке, которая тогда стоила 5 рублей 30 копеек, и имела красную характерную этикетку, да. Но зато была заметно более доступной, и за это была любима народа. Поэтому посмотрим, какие последствия будет иметь вот это вот предложение о Минфине по снижению акцизов. Но еще раз хотелось бы подчеркнуть, что это явление настолько редкое в российской экономической истории, что стоит его запомнить хотя бы в силу рейкса. Может, нас будут спаивать? Будет действительно столько черные, что придется заливать глаза алкоголем? Вы знаете, тут мне трудно судить, насколько черным будет, но вот об этом, может быть, даже стоит поговорить отдельно, поскольку это довольно интересная тема. В позднем СССР роль поступлений в бюджет от продажи алкогольной продукции была очень высока и сопоставима с вкладом нефтяного сектора. Вот давайте я, наверное, даже подберу немножко экономическую статистику, и, может быть, мы об этом поговорим отдельно, поскольку всем памятна Горбачевская антиалкогольная компания. Тогда, кстати, был установлен рекорд по продолжительности жизни в СССР, абсолютный рекорд был установлен как раз на пике антиалкогольной компании. Как бы это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, экономика – это наука о распределении ограниченных ресурсов, и если мы улучшаем что-то одно, мы за это обязательно чем-то захватим. И вот сейчас, когда данные стали открыты, уже можно говорить о том, что, да, антиалкогольная компания Михаила Сергеевича Горбачева сохранила жизни, но очень больно ударила по бюджету СССР, и вклад в те трудности, которые, в конце концов, погубили СССР, был вполне сопоставим с вкладом падения доходов от экспорта миф. СССР. СССР.